Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как справиться с ревностью ребенка к своей матери? Я первородка, живу с родителями. Мама помогает, но мне кажется, что она слишком много времени уделяет ребенку. Она помогает надевать бамперсы и одежду. Я делаю так же. Она говорит, что неправильно. Говорит ребенку, какая вам отступая, и о том, что он ребенок ее и моего отца. Я срываюсь на нее, а она обижается, что мне делать, как выстроить личные границы. Ну, вообще, если говорить как-то про личные границы, то я думаю, в первую очередь нужна, ну, какая-то направленность. То есть, ну, что вы делаете? Куда вы, ну, вообще, по жизни идете? Ага, какие цели преследуете? И так далее. Потому что, мама же, она по сути дает вам такую проверку, если угодно, проверка вашей, если хотите, уверенности в себе. И, конечно, если этой уверенности не хватает, да, вам, если вы не очень, не очень в себе уверены, допустим. Если вы, там, не знаю, сомневаетесь, ну, в чем-то, в себе, вот, то, конечно, будут проблемы, вот, если у вас, вот, недостаточно, ну, уверенности в том, что вы делаете, и в том, вот, к чему вы стремитесь. Поэтому личные границы, личные границы, это во многом про опору на себя. Личные границы, это во многом про внимательность к себе, к своим чувствам, к своим переживаниям. Вот, это, по возможности, такая четкая, достаточно система, система ценностей, вот. Если у вас, вот, если у вас такой системы ценностей нет, да, если вы в своих ценностях, что называется, плаваете, да. Ну, конечно, мама будет своей уверенностью перебивать, перебивать будет, ну, ваши какие-то проявления, взгляды и так далее. Поэтому мой вопрос здесь может показаться немножечко странным, да, вот, но как часто и как много вы делаете то, что хотите? Делаете ли вы вообще то, что хотите, ну, вот, ну, потому что, вот, по описанию, да, получается, что, как будто бы не делаете вообще, вообще. Вы, ну, вы, ну, вы, ну, перестали, перестали, как-то слушать, слышать и, ну, там, грубо говоря, да, ценить себя пристали, вот, а может быть, особенно и, ну, не ценить никогда, вот, то есть тут тоже такой момент и тоже такой аспект, ну, не совсем, не совсем понятный. Вот, вот, поэтому нужно, нужно, вот, в первую очередь, вот, посмотреть, вот, на эту, как мне кажется, вот. Дальше, 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 у вас ведь с вашей мамой могут быть конфликты и раньше, могли быть, и трудности в отношениях у вас с ней могли быть и раньше. Вот, сейчас это просто обострилось, но, на мой взгляд, если, вот, конфликты раньше были, вот, естественно, они никуда не делись, никуда не ушли, а вот, эти конфликты. И они сейчас дают о себе знать, и дело здесь не то, чтобы выстрелить личные границы, а в том, чтобы, ну, в принципе, возможно, иначе реагировать на то, что говорит вам ваша мама. Я задам очень простой вопрос, как мне кажется, очень простой, предельно простой вопрос. Вот, значит, он звучит примерно, примерно так. Каким образом получилось, что мама, вот, значит, отрек начала помогать вам, с ребенком, и, во-вторых, значит, указывать вам, как это делать. То, что она говорит вашему ребенку про вас, это, ну, с большей долей вероятности, это отголоски каких-то конфликтов ваших прошлых с ней. Вот, и, значит, к этому нужно относиться немножко иначе. А вот, вы говорите, я срываюсь на нее, и она обижается, да? То есть, тоже момент, что вы находитесь в очень таких деструктивных формах коммуникации сейчас. Вы срывается, она обижается. Вот. Значит, во-первых, как вы приходите к тому, что, ну, чтобы обижаться, это первое. Как вы, как бы, приходите к тому, чтобы срываться, простите. Вот. И как вы реагируете на то, что она обижается? То есть, ну, почему не оставить, например, ее со своими обидами, допустим? Это очень важный момент. Еще важным моментом, на мой взгляд, является то, что вы, ну, очевидно, наверное, расстались с отлом ребенка. Вот. И пребываете в таком, знаете, может быть, ну, слабом, да, уязвимом состоянии. Вот. В полной мере не прошив травму. Ну, травму вот. Вот этот. Травму. Расставание, разводы, если хотите. И тогда. Вот. Вот. Поэтому. Тут нужно. Смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть, именно, вот, на ваше, опять же, состояние. Вот. И, корректировать его. Вот. Это, на мой взгляд, ну, необходимо вообще. Вам. Да. Как-то так. Я думаю. Можно. Можно. Ну. Вам ответить. Вот. А. Конкретно. На вопрос. А. Который. Ну. Выдают. А. Значит. Хочу. Ну. Пожелать. Вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Вот. Обращайтесь. За. Помощью. Вот. Вам нужна психотерапия. Ваша история. Это. Это. Запрос. На. На. Психотерапию. Вот. Так что обращайтесь. Обращайтесь. Удачи вам. Удачи.